Итак, давайте рассмотрим тему о принятии себя после мастектомии. Вообще мы с вами в контексте принятия обычно говорим вообще о ситуации заболевания и рассматриваем этапы адаптации, которые завершаются принятием. И это говорит о том, что человек достаточно адаптировался к ситуации своего заболевания и может жить достаточно полноценной жизнью, то есть не только поглощен идеей о каких-то изменениях, которые принесли заболевания, но, однако, и не игнорируют эти изменения. Но сегодня мы рассмотрим понятие принятия в плане личностных аспектов. То есть принятие вообще человеком самого себя, таким каков он, какой он есть, неидеальным, подверженным изменениям. И это, конечно, не похоже на самолюбование и не похоже на гиперконтроль самого себя, когда человек старается соответствовать тем ценностным установкам, которые у него есть. Принятие человека с таким себя, как он есть, это, конечно, знание себя в первую очередь. И надо вам сказать, что, как правило, люди достаточно мало знают себя, если не посвящают этому много времени. Даже условно здоровый человек, он скорее идеализирует себя, нежели знает себя хорошо. Итак, вот человек, который безусловно болен, и перенес такую операцию хирургическую, как мастектомия. Сегодня это тема нашей беседы. Мастектомия – это хирургическое удаление молочной железы по жизненным показателям. И вот наблюдения показывают, что очень часто именно эта операция сопровождается отложенным эффектом выраженного снижения самооценки у женщин. Пожалуй, аналогом у мужчин является простатоктомия, удаление предстательной железы. А вот все остальные хирургические операции на различных органах и частях тела не переживаются, как правило, с таким накалом и с таким трагизмом, и с таким занижением самооценки, как вот эти два направления. И давайте посмотрим, чем же это может быть обусловлено, ну и, как всегда, разберем, а что, собственно, мы можем с этим сделать. По сути говоря, когда приходишь в отделение молочной железы, ну, в сущности, ну, чем бы оно отличалось, например, от отделения опухолей мягкой ткани или голова шея, там тоже ведь трагические могут быть поражения и последствия. Однако эмоциональное восприятие удаления именно молочных желез, оно вот именно отличается таким трагизмом для женщин. Это, безусловно, не всегда так, но это достаточно часто наблюдается. На самом деле молочные железы, как мы все с вами знаем, да, это парные железы, внешние секреции, если относиться к этому нейтрально, то чаще всего ведь это та часть репродуктивной системы, которая уже мало задействована у женщин, утрачивающих, предположим, одну молочную железу или даже обе. Да, как правило, речь идет о женщинах, которые уже имеют детей, а иногда женщины не планируют, да, в современном мире иметь детей. То есть, по сути дела, это орган, который скорее отвечает за лактацию, нежели носит какую-то функциональную ценность для организма, какую-то выраженную, да, там, как селезенка, поджалучная железа, печень, почки. Однако почему с таким, да, усилием воспринимается именно мастектомия? Ну, потому что речь идет о груди. А грудь – это культурально выраженное, насыщенное смысловое нагружение, да, этого органа как символ женской привлекательности. Понятно, что это складывалось веками, и что, в общем-то, чем более общество является патриархальным, а патриархальное общество для него характерно рассматривание индивида как некую функцию, то есть женщина как функция рождения и выкармливания ребенка. Это, конечно, то, что мы унаследовали от всех людей, которые существовали до нас. Однако на самом деле на сегодняшний день это уже не вполне так, потому что мы с вами знаем, что не всякая грудь бывает кормящей, и что, в общем-то, сейчас достаточно возможности выкормить младенца, даже если нет молока в груди или если нет этой самой груди. Однако это никак, к сожалению, пока что еще не сказалось на восприятии груди женщины, потому что есть еще один момент. Вот в патриархальном обществе, да, разделим его от того общества, которое женщина воспринимает как партнера, как полноценного партнера, как личность, с которой надо устанавливать взаимоотношения, так вот в патриархальном обществе женщина – это некое украшение дома. И это даже повышение социального статуса мужчины. И чем более патриархальное общество, тем более эта функция ей навязана. Например, опять же, наблюдения показывают, а мы говорим о наблюдениях в федеральном центре, что люди, которые приезжают из общества еще более патриархальные, чем наши, они в еще большей степени являются носителями вот этой смысловой нагрузки, вот этого закрепления за женщиной обязательства соответствовать неким стандартам, в том числе этическим нормам. Ну и женщины отвечают в патриархальном обществе, адаптируясь к такому потребительскому отношению тем, что начинают воспринимать собственную женственность как фактор обеспечения востребованности мужского внимания. Мы тоже народ обучаемые, и уж коли мужчины хотят нас иметь как статусную вещь, то мы начинаем их рассматривать как нечто, тоже обеспечивающее наши потребности. То есть мужчина сам становится неким предметом обихода. Но все это, как правило, нагружает такую функциональную часть организма женского, как молочная железа, вот этими дополнительными сущностными нагрузками. Грудь становится неотъемлемой частью идентификации себя как женщины. Женщины, которая отличается от мужчины, для которой грудь становится некой сверхценностью. Безусловно, так не у всех. Это просто объясняет те пограничные случаи, когда, например, женщины отказываются от мастектомии для того, чтобы сохранить себе грудь. Или когда женщины трагически переживают утрату молочной железы и впадают в серьёзные какие-то депрессивные расстройства. И мы теперь знаем, чем обусловлены вот эти гипертрофированные, такое гипертрофированное отношение к ситуации утраты груди в результате мастектомии. То есть очень плотно увязывается смысловая оценка наличия молочной железы и самооценка человека. Женщина – это же тоже человек. А самооценка человеческая – это представление моё о важности моей личности среди других людей. Но ещё и деятельность свою я могу оценивать среди других людей. И самооценка – это оценивание себя как моих качеств, чувств, достоинств и недостатков. И выражение этой оценки закрыто или открыто. Кстати, закрытая самооценка – это манипуляции другими людьми в пользу своих иррациональных установок. Основным критерием оценивания является система ценностей индивида и самоидентичность. Как я себя себе представляю? Самоидентичность – это способность, моя способность понимать мою собственную индивидуальность. И, кстати, это способность принимать меня такой, какая я есть, и способность рационально относиться к тем особенностям, которые я себе знаю. Но дело в том, что чаще всего люди представляют себя не такими, какие они есть на самом деле, а чаще всего они имеют о себе искажённые представления, представляют себя такими, какими они должны быть. И когда есть некая рассогласованность вот этих внутренних обязательств и реальности, человек как раз и имеет сниженную самооценку. Что можно тогда с этим поделать, для того чтобы облегчить эти переживания, потому что не всегда реконструктивная хирургия может восстановить грудь, не все на это идут. Но достаточно часто женщины страдают от того, что груди у них не стесняются, уходят в себя, замыкаются. Как ни странно, в терапии, в психотерапии, в таких вот ярко выраженных случаях очень помогает возврат к переживанию витальной угрозы. Мы с вами начали с того, что ведь мастертомия – это не каприз и не дурная воля, это необходимость, это жизненная необходимость. Речь идёт о том, что я либо буду жить изменённой, либо я запущу своё здоровье и уйду раньше, чем предполагалось. Так вот, витальная угроза, мы с вами все помним, это, конечно, экстремальная и кризисная ситуация и вообще, в принципе, переживается человеком с чрезвычайным эмоциональным напряжением. Но именно в гарнире этого чрезвычайного эмоционального напряжения обнажается подлинная иерархия ценностей индивида. То есть именно в этой ситуации мы как нельзя более ярко способны пересмотреть, что для нас является значимым и сверхзначимым. Очень часто в работе, почти всегда, за исключением каких-то прямо очень ярких отклонений, женщины, осознавая, что выбор идёт между тем, как они выглядят, и между тем, что для них по-настоящему значимо, а у нас же с вами очень много ценностей. Это не только мы и наша физическая привлекательность, это ещё и наши близкие, наши дети, может быть, наши пожилые родители, может быть, это наше какое-то доброжелательное окружение, так вот очень часто перепроверка, что для меня значимо, хорошо нивелирует сверхзначимость молочной железы в моей жизни и помогает принять мне эти изменения без такого накала, не зафиксироваться на них и не очень страдать. То есть ситуация переживания и витальной угрозы может стать предпосылкой скачкообразного личностного роста. Мы с вами часто говорим о том, что такое личность, и часто разделяем понятие личности и понятие индивид. Рождается человеческий индивид, но в процессе социализации взаимоотношений с другими становится личностью, то есть субъектом отношений и, главное, субъектом сознательной деятельности. Ещё мы с вами иногда описываем личность как систему отношений, отношений к себе, отношений с другими, отношений ко всему, что со мной происходит и ко всему, что меня окружает. И вот когда мы переходим на уровень понимания себя как личности, которая действует и которая живёт в социуме, то мы сразу с вами цепляем вот это слово «самореализация». То есть реализация моего потенциала, реализация всего потенциала моей личности, осуществление своего назначения, своего призвания. В жизни взрослого человека это очень хорошая опора. Возможно, только в самой ранней юности женщина ведёт посыл завоевать мужчину, который станет отцом её детей. Но со временем эта мотивация, она и стирается, она и зарабатывается, потому что у взрослых зрелой личности появляются иные ценности и приоритеты. Но когда человек попадает в ситуацию тяжёлого хронического заболевания, он может осуществить некий регресс, то есть под напряжением, немножко вернуться к тем ценностям, которые были существенны для меня в более ранний период моей жизни. Прошу прощения. Но в ходе взаимодействия с медицинскими психологами, как правило, достаточно быстро удаётся вернуться к тем подлинным ценностям и смыслам, которыми насыщена жизнь взрослого человека. Как происходит восстановление самооценки? Если мы начинаем работу, то, конечно, мы будем заниматься ревизией иерархии потребностей индивида. Что для меня самое значимое здесь и сейчас? Чаще всего, наблюдения показывают, что чаще всего принять себя при мастектомии сложнее всего бывает людям, у которых, в общем-то, ситуация развивается достаточно благостно. Чаще всего сильно фиксируются на утрате груди именно те люди, которые, например, не познакомились с другими изменениями своего состояния, вот этой самой, например, лимфостазы или лимфорей. Люди, которые, в принципе, очень сильно напуганы изменениями, но и не вынуждены преодолевать более сложные другие ситуации, связанные с заболеванием. Ну и тогда, а мы с вами помним, что люди, пережившие угрозу, витальную угрозу и онкологическое заболевание – это травматики. И мы помним, что у человека с высоким риском психической травмы несколько сшиблены устоявшиеся жизненные психические защиты. Так вот, человек в такой ситуации становится очень пластичным. И вот этой самой ревизии иерархии своих потребностей подается достаточно быстро, и проходит это достаточно легко, и достаточно быстро осознает подлинные ценности собственной личности. А вот эти изменения, они уже становятся предпосылкой подлинной близости с людьми, которые меня окружают. Отношения становятся более доверительными и насыщенными, либо утрачиваются, если это были отношения фальсифицированные. Так бывает. Именно женщины, пережившие незначительные угрозы, но даже и мастектомию, часто пересматривают отношения со своим партнёром. В моей практике я наблюдала разводы на фоне таких событий, потому что очень сильно переоценивается всё, что в моей жизни происходит. И если партнёр предъявляет мне требования, которые превышают мои возможности, и это деспотичные требования, и если партнёр не в состоянии принять мою личность, а хочет только наблюдать целостность моих молочных желёз, то, конечно, встаёт вопрос о ценности таких взаимоотношений. И, кстати, когда-то, лет 7-8 тому назад, в онкологическом диспансере Ленинградской области была целая программа по групповой работе с женщинами, перенесшими мастектомию. И я приезжала туда раз в неделю. И ещё тогда меня поразило разделение женщин на тех, чьи ценности были подлинно зрелыми. И, как правило, они говорили о том, что, пожалуй, следовало удалить и вторую молочную железу, чтобы просто не быть под угрозой или чтобы удобнее было ходить. И это, конечно, было про то, что они были достаточно себе как личность, чтобы в их жизни было больше ценностей, нежели просто физиологическая привлекательность. Ну и, конечно, встречались женщины, которые более невротично относились к этой утрате. И, конечно, они более остро страдали при потере того, что они называют ценностью себя, как женщины, а именно своей женственности. Так вот, в ходе ревизии «Я», в ходе ревизии своего «Я», в ходе ревизии себя, рассматриваются, как правило, кто же «Я» на самом деле такой, мои социальные роли. Всегда ли я та девушка, которая только поглощена мыслью о привлекательности своей физиологической для мужчин, а вообще, когда женщина сосредотачивается на утрате молочной железы и живёт только этим, как правило, и ей движет именно эта идея, что это её главная ценность. Но всё-таки устойчивых таких предпочтений встречается крайне редко. Чаще всего, перечисляя свои социальные роли, женщины приходят к тому, что есть более важные и значимые вещи в жизни, нежели только физиологическая и, в общем, мифическая привлекательность. Потому что физиологическая привлекательность так или иначе будет у меня утрачена. Я буду болеть, стареть, меняться, и мне нужен надёжный партнёр, человек, для которого я буду важна как личность, а не как физиологически привлекательный объект. Ну и в ходе ревизии «Я», конечно же, мы обсуждаем, находим себя, какой я, какие мои подлинные особенности и выделяем, а что сейчас для меня самое главное. Ну и, конечно, чаще всего женщины, я бы сказала, люди, не разделяя по гидральному признаку, люди чаще всего, конечно, в приоритете утверждаются, что самое главное – это ценность моей жизни, продолжительность моей жизни и качество моей жизни. А оно как раз не вполне зависит от наличия того или иного органа или его целостности. Итак, самооценка, упавшая в результате мастектомии, самоотношение, восприятие себя как результат мастектомии хорошо корректируется, что показывает наша практика. Чаще всего женщины приходят на индивидуальное консультирование по этому поводу, но на мой вкус группа психологической помощи из 5-9 человек – это оптимальный вариант для самопознания и самый лучший способ подрастить свою самооценку и выправить самоотношение именно в случае утраты такого значимого органа, смыслового значимого органа, как молочная железа. И вот в этом случае самопомощь, о которой мы часто говорим, достаточно мало эффективна, потому что ревизия иерархии потребностей индивида нуждается во внешнем наблюдении и во соотношении себя и себя в глазах другого. Поэтому тут как бы, в общем, я бы не рекомендовала зависать в этом состоянии, потому что, знаете, как мы говорим, глаз не увидит сам себя, и даже психологи мастика и все равно обращаются к коллегам за помощью в подобных случаях, да, при падении самооценки, потому что самооценка, конечно, может падать по разным другим поводам, это случается. Так вот, все-таки это лучше делать в паре, с профессионалом, либо даже в группе. Ну и, конечно, задачами коррекции самоотношения является и формирование у человека, потому что мы же, да, я говорила вам, что мы работаем не только с утратой эстоктомизм, но и самооценка может падать и по любому другому поводу, и мне вообще не хотелось бы разделять даже по признаку наличия молочной железы или отсутствия людей по генеральному признаку. Так вот, формирование у человека адаптивного отношения к ситуации болезни, которая все-таки превалирует над физиологической целостностью, и, конечно же, выработка у человека большего самоуважения, мобилирование к достоинству человеческому, человеческой личности, а не к наличию у него молочной железы. Происходит это за счет концентрации внимания не на данной проблеме, не на мастектомии, и вообще не на удалении какой-либо части тела, а на неприхорящей ценности своего «я» в любой ситуации, с которой мы можем столкнуться в нашей жизни. Ну, прогнозируемым результатом таких занятий, конечно же, всегда является изменение восприятия груди как чего-то глобально важного в моей жизни, смещение типа личностного реагирования с адаптивных на более реалистичные и адаптивные, принятие собственной личности, что всегда вообще является хорошим результатом психотерапевтической интервенции, и формирование конструктивного отношения как к ситуации заболевания в целом, так и к ситуации тех изменений, которые могут быть повлечены в результате заболевания. Ну, и мы с вами помним, что конструктивное отношение к ситуации, оно повышает качество жизни, а в данном случае оно дает представление, устойчивое представление о том, что моя жизнь, она больше любой части моего тела. Благодарю вас за внимание.